Как объяснить подростку, почему грех играть в карты и прочие азартные игры? Какие последствия души подростку и взрослому? Сначала про карты. Мои дорогие, игра в карты придумана специально против Христа. Это форма хулы Христа Спасителя. Она обдумана и появилась в движении каббалистов среди иудеев. Это движение мистическое, чёрной магии там присутствует. Они считают, что посредством цифр можно что-то делать, влиять на этот мир и на людей. Так считают эти каббалисты. Это иудейская секта. Поэтому, когда, например, меньшую карту, меньшая, может быть, большую, это унижение больший. Поэтому слово «козырь», а слово «кошер», «кошерная пища», «чистая», отвечает нечистая. Четыре вида карт, четыре, крести. Это символ креста, на котором распят Христос. Пики, вини, пики – это копьё, которым пробито ребро Христа. Бубны – четыре. Это вид шляпки гвоздей. В древние времена гвозди сейчас станом прокатывают, а тогда ковали. Шляпки были трёх- или четырёхгранные. Чаще всего четырёхгранные. Это символ гвоздей, которые мы вбивали в тело Христа. Черви – это губа, которую Христа напоили на кресте, на палку привязали. Вот эту губу взять, привязать посерёдке, получится вот такая штука. И кошерная карта, меньшая, бьёт большую. Через это бьёт крест, пику, вот эту губу или гвозди. Они считали каббалист таким образом, они уничтожают смысл пришествия мира Христа и через это готовят уничтожение христианства. Поэтому у каббалистов много обрядов прямых контактов с бесами есть. И это по их разумилению они это делают. Поэтому кто берёт даже в руки карты или в доме держит карты, тот вольно-невольно в какой-то степени соучаствует в этих мистических обрядах. Скажу про себя, прошу прощения. У нас относительно, ну, по времени не так недавно, но были. Приехали родственники. Они поехали в дорогу к нам и взяли с собой карты. Ну, в поиск, им заняться. Когда я увидел, они вещи разложили, карты, 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 дом нашли, меня от страха всё очень не произвело. Я сцепился, бросил в костёр, выкинул, сжёг. Их не было. Когда они пришли, я говорю, я вам деньги любые отдам, только, пожалуйста, старайтесь, будешь не носить на дом эту гадость. Я посчитал это сквернением своего дома, своей семьи, призов к бесовщине. Поэтому православные даже в доме не держат, в руки не берут этой дряни. Это сектантское измышление станицкой секты иудеев. Это надо знать, конечно. Это надо знать.